Добрый день, дорогие зрители, с вами Баст, и давненько у нас не было Red Alert 3. Сегодня посмотрим на очень красивый матч, на стандартный, уже немножко даже поднадоевший мне карте Острова Бесконечности за все эти годы, которые я снимал Red Alert, но тем не менее, карта очень балансная, красивая, и именно на ней получается очень много хороших матчей. Это, наверное, самая любимая карта у игроков также, потому что она очень такая комфортная для игры, я бы сказал, здесь все очень понятно. Это стратегия, план на игру всегда примерно есть, и этих стратегий и вариантов также есть несколько, поэтому все любят играть. У нас тут два игрока очень-очень высокого уровня, справа у нас появляется японец синего цвета и его оппонент Альянс Красного. По никам здесь мало, может быть, о чем вам они говорят, по крайней мере, Dutch Army, это игрок очень сильный, это я точно знаю. Второго игрока, к сожалению, сейчас не знаю, потому что в Red Alert 3 люди очень любят менять свои ники постоянно. Есть какая-то такая вот страсть у них к множеству личностей, да, возможно, они хотят как-то так отыгрывать каждый раз, знаете, по-разному, может быть, за каждый никнейм. В этом есть какая-то такая интересная конструкция, можно так подумать, да. Я помню, что вот, когда я играл в разные глобальные стратегии, тоже любил какой-то ролеплей, но и в рейтинговых режимах у меня был альтернативный аккаунт в Старкрафте с другим ником, и я играл на нем только на американском сервере и только за Протас. Никто про это аккаунт даже не знал, но потом его все-таки вычислили. Ну что ж, перейдемся к нашему матчу сейчас. Здесь Альянс пытается защищать свою нефтевышку, пока у него тут ситуация не очень, конечно же, такая благоприятная, с одной стороны, потому что японец пушит очень сильно, подводится. Во-первых, барак будет пытаться давить пехоту этим зданием. Оно довольно крепкое, кстати, его очень непросто сломать. Но сам японец тоже какой-то нерешительный здесь, и он уже дождался правильного индикатора, и бомбардировка может быть очень печальной. По бараку полетели три бомбы, ну, барак, видите, он это может пережить. Однако, в любом случае, это неприятная схватка сейчас для синего игрока, он пытается сражаться с командным центром, но пехотинца Альянса тут как тут. Бой может быть очень неравным сейчас, и стенка ставится очень красиво, действует красный Альянс, в итоге приходится брать катана, но достаются щиты и по бойцам с щитами бить. Почему-то нельзя. Да, вот сразу же они и так вот себя обезопасили. Такая вот игровая механика, игровая условность, вроде ли, вот три существует. Но японец идет дальше, ему это, в принципе, не проблема, то есть он думает, что может где-то еще найти потенциальный урон, какое-то окошко возможностей. Приезжает еще один барак, там очень сильно дает всю пехоту, но Альянс как-то отбивается. Да, немножко странно он это делает, на самом-то деле, да, такая вроде небольшая группа пехоты, но он ее очень сильно опасается. Ну, может быть и не зря, потому что бараки могут все легко подавить. Ситуация может выйти из-под контроля, как это происходит сейчас. Но в итоге как будто бы Альянс более-менее даже справляется, да, то есть потери у него не колоссальные. Да, он потерял пехоту, он построил третью базу, он все еще контролирует нефтевышку. Однако вот сейчас здание можно будет перехватить, вот эту вот маленькую гражданскую постройку, и спокойно здесь забирать эту самую нефтевышку. Так или иначе, в любом случае, это не прям какой-то мега будет исчерп, даже если он ее потеряет, но все-таки это неприятно. Ифтевышка это такая вот штука, которая может решить игру в долгой партии, когда, знаете, уже все ресурсы выкачаны, все кончаются. Базы старые с золотом, и это, конечно, постоянный источник пассивного дохода. Но его теперь больше нет, однако для Авианца это не прям такие поражения, проблема в том, что будет дальше, да, здесь уже начинается довольно жесткий пуш, сейчас идет от японцев, продолжает своими курочками, вертолетами с ракетами. Они могут трансформироваться в боевой вертолет, который будет бить уже по наземным целям. У Японии все юниты это трансформеры, да, вот такие вот. Ну, вообще, R2-3 стереотипная игра в целом довольно, поэтому она не забавная, в какой-то мере популярная. Здесь появляются первые баги у американца, сложно что-либо сделать с ним на самом-то деле. Да, он все-таки один, вертолеты могут с ним легко расправиться, но, как видите, игрок за Японию действует более даже грамотно, чем я бы поступил уже в этой ситуации. Да, я бы уже, наверное, сразу бы нажал кнопку, попытался бы взлететь ими. Он пытается вот подманить, во-первых, противника поближе к себе, чтобы сразу забрать эти машинки, быстро очень. И также он опасался, конечно, от тех Аполло, которые эти вертолеты как раз сейчас и пощелкали. Но подходит Тенгу, несколько еще истребителей от Японии, и все-таки не хватает здесь сил, чтобы справиться у синего игрока. Да, истребители Альянса намного сильнее, чем истребители Японии, но, как вы понимаете, истребители Альянса, они не могут трансформироваться. В цирке они не уступают, и другие еще у них есть минусы. Японские юниты все в целом намного более универсальны, но, как правило, они также более слабые, да, то есть могут делать все, но все делают посредственно. Я бы это так описал. Первый танк, кстати, у Альянса Страж такой, среднячок, на самом-то деле, в мире Родолерта. Он сам по себе сильнее японского танка, но у него главная способность это лазерная указка, которая повышает урон по конкретной цели. В том числе по зданиям, кстати, поэтому можно с даже одним таким танком в армии очень сильно максимизировать свой урон, накладывать такой вот жесткий дебаф на юниты противника. У японца проблема, на самом деле, потому что танковый пуш начинается. Альянс, как правило, танки вообще активно не строит, они тоже, вся техника у Альянса не такая, правда, тоже жесткая, как у Советов, например. Но все-таки это хорошее начало, здесь замораживающий луч проходит по комбайну, его можно перехватить. Но Альянс, видимо, хочет здесь так прям нагло подраться с танками, активируются маски, это топ-защита для Японии. Танки сливаются в Апокалипсис, но они не Совет, они не могут объединиться. Все-таки, как видите, коллективизация не проходит, и танчики немножко отваливаются здесь по одному. Не очень хороший момент здесь происходит для, конечно, красного игрока. К тому же здесь, видимо, была какая-то попытка опять атаки, или это просто все те же самураи, которые продолжают сражаться уже 10 лет. Но все-таки, видимо, Альянс решил, что все, хватит, хватит. Эти Акупасы уже сильно здесь надоели. И выселяет их из дома вместе с самим домиком. Ну, немножко не пощадил здесь, конечно, застройку. В то же время вылетает здесь один индикатор. Бомбы сбрасываются за комбайн, это несерьезный урон, конечно, потребуется очень много таких вылетов. А вот у Японс сейчас может получиться что-то более жесткое. У комбайнов, естественно, у Альянса защиты нет. И, конечно же, сейчас сложно приходится красному игроку, ему приходится одновременно возвращаться домой. Да, и комбайн вынужден трансформироваться в постройку, лишь бы его не забрали. Это, конечно, минус. Комбайн можно будет потом продать за очень небольшую цену, хоть какие-то деньги получить назад. Но, как вы понимаете, это все равно намного хуже, потому что комбайн теперь нужно отстроить отдельно. Он стоит тысячу, и это, конечно, очень неприятно. Все это время он, естественно, не добывает ресурсы. Но, так или иначе, по экономике ребята равны. Немножко сильнее экономика у Японца за счет нефтевышки. Но я уже говорил, что это несерьезно. Нефтевышка это где-то треть от обычной базы. То есть у него три и одна третья по-тоге ресурсных сбережений, можно сказать так. У Альянса же просто три. Ну, короче, разницы никакой нет фактически. Это незначительно, тем более, что пока я это вам объяснял, нефтевышку уже уничтожили. Все, что я говорил, в принципе, уже неактуально. Да, для Альянса был такой маленький хороший трюк. Неплохая такая атака. Но, понятное дело, что продолжать он просто физически не может. Все больше и больше танков становится у Японии. Да, я говорил, что техника Японии слабее. Но она при уничтожении подрывается в небольшом радиусе. И может просто вот так вот сплэшем поуничтожать группу войск противника. То есть как бы там два танка могут на самом деле урон нанести по всей армии, если просто взорвутся в центре. Ну, по сути, как бы полукамикадзе, я бы сказал. Поэтому, да, нужно быть осторожным. Япония идет в атаку. Для японца танковый стиль игры тоже очень непривычно. Вообще-то какие-то два совершенно не... Таких неортодоксальных стиля встретились сейчас в этой партии. Потому что, ну, как правило, играют совсем иначе. У Японца это обычно много авиации и пехота. У Альянса это много авиации и пехота тоже в каком-то плане. Ну, то есть вот эти вот стражи никто не строит. Это редкость. Ну, в таком количестве, по крайней мере. То же самое касается цунами. Да, обычно это танкбастеры. Это такие пехотинцы с протитанковым ружьем. Поддержка там авиации, вертолетов, тенгу. Ну, может быть, иногда обычная пехота. Может быть, там изредка уровень 3 технологий. Там большие роботы, пушки. У Альянса, в принципе, то же самое. Там есть там и Афина, которая бьет очень далеко. И танки, и миражи, которые могут маскироваться. Но вот почему-то они решили вот так вот. Да, ну, не знаю, не знаю. Это потому, что у Альянса, кстати, самая сильная пехота в игре. Так что тоже было бы логично. Но, да, у цунами есть очевидная фишка. Почему они называются цунами? Потому что они могут прийти со стороны воды, как цунами, и сносить все на своем пути. В этом плане, ну, название, согласитесь, оно как бы хорошо ему подходит. Да, то есть, страж, как бы это просто такое дефолтное название. Ну, страж и страж. Что в нем от стража? Я не знаю, что в нем от стража. Да, вот цунами прям, ну, буквально вот она. Вот она эта метафора. Мы ее сейчас видим в деле. Альянс это только что заметил. В Родолерте, на самом деле, очень большой обзор у постройки вообще всех юнитов. Да, это немножко странная механика игры. Но так и есть. То есть, да, видите, он успевает среагировать. Хотя, казалось бы, в любой другой стратегии это было бы просто невозможно. Но в Родолерте все возможно, и поэтому он успевает. Танков, тем не менее, очень много. Немножко, видите, добавил баги с ракетами. Они бьют, в принципе, больно по технике. Но не так больно, как хотелось бы танки уезжать назад. Но не хватает сейчас сил немножко здесь у японца. Однако наступление продолжается. Снами продолжает захлестывать всю эту армию Альянса. Здесь ставится уже турель в защите. В надежде, что удастся спастись. Ну и действительно удается. Но какой ценой, да? То есть, если сейчас будут потеряны все эти базы, то, мне кажется, это будет поражение Альянса. Даже если он как-то отобьет эту армию, уничтожит ее, но потеряет экономику. Это будет просто первая победа, после которой он все равно потерпит поражение через какое-то время. Но японцы что-то тоже очень так пассивно действуют. Я не очень понимаю, почему, зачем, но тем не менее. Факт есть факт. Да, он пока просто очень пассивный. Заморозка сейчас пошла. Хорошо могла бы залететь. Да, но не хватило. Чуть контроля здесь. И у Альянса проблема. Активируется бонус на ярость. Причем активируются бонусы на технику противника. Наверное, для техники противника он должен снижать урон. И как будто бы Альянс здесь не отбивается, мне кажется. Но не знаю. Пока экономика не убита, это ничего не значит на самом-то деле. И опять-таки, это важный аспект. Почему он сейчас не ломает стены, я не совсем понимаю. Не могу вам ответить на это. Но у Альянса там уже четвертая база работает тем временем. Поэтому, точнее, только-только начинает работать. Но все-таки. И все же он все равно не может пока добить противника. Но пытается очень-очень сильно. Хочет это сделать здесь и сейчас. Но опасается. А чего он опасается? Я не понимаю, честно говоря. Да, ну здесь одна турель. Ну и ты ее легко снесешь. Слева вообще ничего нет. Ну, кажется, пора ломать стенки. Или это какой-то байт. Вот нет. Все-таки он начинает уничтожать один из экстракторов. Но он просто продается. Альянсу очень тяжело здесь обороняться. То есть, да. Но у него никакого преимущества нет. То есть, у красного... Да, по-прежнему танки все более сильные, более эффективные. Но, опять же, в таком количестве уже я начинаю в этом сильно сомневаться. Мне кажется, в таком количестве разницы особой нет. Но японец все-таки не заканчивает эту партию по неизвестной мне причине. Хотя следовало бы это сделать уже давно. Но что-то вот не хочется. Не хочется ему, не хочется. Пытается подраться снова. Сейчас здесь Альянс. Красный игрок немножечко напирает. Но похоже, что ситуация немножко будет урегулирована. Сейчас, может быть, будет какое-то затишье, да, на время на фронте. Ну а пока это затишье будет, давайте возьмем маленькую паузу. Кстати, если вы хотите купить какую-нибудь новую игру, воспользуйтесь сервисом Купикод. Купикод — это целая игровая экосистема со множеством функций и выгодных предложений. Давайте я расскажу вам про те, которые вам точно понравятся. С помощью Купикод можно пополнить кошелек Steam с самой низкой комиссией на рынке. Весь процесс очень быстрый и безопасный. От вас потребуется лишь ваш логин Steam, а также мой промокод BASSET. С ним комиссия пополнения будет на 2% ниже. Кроме того, сейчас проходит уникальная акция и по промокоду BASSET3W вы можете пополнить кошелек Steam вообще без комиссии. При условии, что это ваше первое пополнение на сайте по данному логину Steam. Здесь также можно пополнить кошелек Steam в Казахстане и есть удобный кальпулятор курса. А с недавних пор еще можно пополнять аккаунты в долларах. Кроме того, у Купикод есть подарочные карты других регионов, таких как Турция или Аргентина по выгодным ценам. А для постоянных пользователей всегда есть кэшбэк за каждую покупку. Кроме этого, на Купикоди вы можете приобрести игру гифтом на свой российский аккаунт Steam. Самое интересное, что здесь можно купить даже те игры, которые вообще недоступны в РФ. Это, например, тот же Agentverse 4 и Company Heroes 3, которые вы видели на моем канале. А также очень многие другие новинки и не только. Процесс покупки очень быстрый и легкий. От вас потребуется лишь ссылка на ваш аккаунт Steam, а также мой промокод BASSET, который снизит стоимость еще на 10%. Затем оплатите товар банковской картой и примите в друзья заявку от бота, чтобы получить игру. На сайте также проводятся разные розыгрыши, в которых вы всегда можете принять участие. Переходите на сайт по ссылке в описании и не забудьте про мой промокод. Итак, к этому моменту Альянс уже отстроил базу. Ничего сильно, конечно, не поменялось. Но при этом Японец подвел еще больше техники. Маленький плюс, который здесь был для Альянса, это то, что сам Японец, он почему-то решил, что этой армии ему не хватит. И он решил перестраивать войска в пехоту. Что довольно странно, на мой взгляд. Мне кажется, можно было просто танками противника дожать окончательно. Но вот он решил пойти таким путем. Заморозка ведет очень хорошо. Отвлекаясь сейчас его в это же время одним волнорезом Альянса. Заморозка в итоге забирает несколько танков. Это очень неприятно было. Это может немножко повлиять на ход игры. И, конечно, да, видите, что здесь немножечко не рассчитал, видимо, игрок за Японию. Вот этот один волнорез, такой катер с торпедами и пулеметом. Ну, он забрал одного комбайна. То есть, да, это не серьезный урон, конечно, учитывая, что остальные базы спокойно работают. Но все-таки Альянс сейчас нужно делать хоть что-то, чтобы просто в эту игру вернуться. Чтобы просто сражаться один в один. Мне кажется, плюс от этого не будет особого. И, как видите, очень хорошо микрит игрок за Японию. Практически все юниты успевают отойти в водичку, где они находятся в недосягаемости. Активируется снова бонус на атаку. Но очень хороший фокус файр. Все тут Альянса. Альянс именно целится по одному танку за раз. Он старается очень быстро их деактивировать, уничтожать. И посмотрите, как хорошо он здесь микрит на самом-то деле. Просто великолепно. Отходит снова, правда, уже, конечно, в тылы свои. Но, опять же, почти вся танковая армия японца потеряна. Танки пытаются сближаться в нем, чтобы подрываться. Как раз, видите, вместе с Альянсом. Здесь уже появляются ветеранства, как у этого бойца. Ветеранство повышает урон. Это очень важный бонус. И в итоге просто уходит сейчас в сторону остатки армии Японии. У танков активируется ускорение, которое позволяет им получать меньше урона. Но они не могут стрелять. И как бы в итоге все. Танковую армию Японию уничтожили. Да, цунами заканчивается. Но авиации-то как много. Ой-ой-ой-ой. Ну, садиться. Ой-ой, что же ты делаешь? Игрок за Японию очень сильно сейчас рискует своими тенгу. Он решил подраться с танками. Ну, в общем-то, он с ними справляется, конечно. Но это только те танки, которые попали в котел. А вот что касается тех, которые сейчас находятся дальше. Да, с ними справиться-то уже так просто не получится. Очень странно играет японец. То есть он пытается как-то своего оппонента перехитрить на свитчи технологии. Да, то есть пытается менять свой состав армии. Точнее, даже не свой стиль игры, скорее, состав армии. Чтобы просто вот так вот в какой-то момент подловить противника. Потому что, ну, вполне вероятно, мог тот же Альянс сейчас построить второй аэродром и начать бомбить, например, танки. Да, тоже был бы норм вариант. Он мог пойти в большее количество пехоты, например, да, тех же ракетчиков. Но нет. Он продолжал строить танки. И как-то этот трюк со сменой техники не сработал совершенно. Не очень мне понятна игра японца. Я бы оценил, что все-таки красный игрок, ну, я знаю точно, что он более опытный. Не знаю, точнее, насколько он более опытный, чем его оппонент. Но я знаю, что это опытный игрок. Синий вроде как тоже. Вот на старте игры он показывал просто хороший микроконтроль. Довольно грамотные решения. Но вот последние пять минут я начинаю сомневаться в его способностях. Потому что, ну, во-первых, можно было просто снести две базы. Да, и это как бы уже очень бы тебя усилило. В итоге просто сейчас приходится продавать локацию, потому что была заморозка по зданию. И из-за этой заморозки по зданию был риск потерять всю базу добывающей. И пришлось ее просто продавать. В то же время десант маскируется под комбайн этот БТР. И уничтожает он уже этого старателя-добытчика. Очень неприятно, ну. Очень неприятно. Но, опять же, я уже говорил, что до этого, мне кажется, шансы были очень хорошие. У японца закончить партию просто одной атакой, он как бы эти шансы немножко прозевал. Но сам Альянс тоже выходит драться в центр, где у него нет какой-либо защиты. Здесь БТР может спокойно забрать и второй комбайн при желании. И тут, похоже, будет начинаться уже совсем скоро. Какая-то большая битва. Да, очень опасно действует игрок за Альянсу. Вышел слишком далеко. Его блокируют сзади Тенгу. Очень красиво. И в итоге приходится же продавать постройки, чтобы лишь бы хоть какая-то пехота была. Смотрите, шпион активируется здесь. Шпион перехватывает несколько Тенгу. Не знаю, схватит ли этих сил все с Альянсу, чтобы отбиться. Тенгу действительно смогли немножко помочь. В то же время там, похоже, БТР со шпионами нет. Он вроде как не был уничтожен или были, может быть, убиты сами пехотинцы. Но каким-то чудом Альянс отбивается. Просто кое-как нет. Смотрите, здесь еще эти танкбастеры, здесь и... Да, большая проблема. Но, о, как их комбайн переехал. Красиво. Ну, не до контроля здесь японец. Можно было бы вернуться, конечно. Отойти, выстрелить, подкатить, так сказать. Но он этого не сделал. Плохо. Это очень плохо. Минус балл за эту партию ему. Но, в любом случае, преимущество он свое немножечко еще сохраняет. То есть, да, у него уже четвертая база опять отстроилась. И, в теории, он, в принципе, может еще спокойно жить. Здесь только комбайны нельзя отдавать. Комбайн должен уезжать отсюда. Давай, дружище. Гони. Джон, давай. Country roads, take me home. Аккуратненько. Все. Увернулся. Ну, сложно Альянс приходится. Он всю игру, на самом деле, отбивает какие-то атаки. И я, кстати, видел, ведь здесь где-то была одна на лаборатории. Мне казалось, да, он строился с японцем. Видимо, ее отменил. Видимо, передумал. И он понял, что если что-то работает, значит, это менять не надо. Да? То есть, он понял, что, ну, с танками получилось хорошо. Вроде как почти добил противника. Ну, значит, надо танки и строить. Но теперь делаются стенки в ответ. И, конечно, да, Альянс просто выигрывает время сейчас. Он понимает, что ему нужно спешить. Здесь какая-то пробка возникает, не совсем понятная мне. Ну, да. То есть, всеми силами сейчас пытается Альянс победить. Ух ты, какая заморозка проходит в центре. Танки ехали просто в один узкий коридор. Зачем ты это делал, дружище? Но успеет сейчас Альянс разбить эту технику подо льдом. Ну, часть, по крайней мере, точно забирает. Да практически всех, на самом деле, сейчас уничтожает. Как же здесь сливается японец-то. Ну, просто ахтунг какой-то. Реально ужас просто. Как так можно было слить все эти танки, заехать в этот узкий проход? Ну, да, такое бывает. Он, видимо, был занят Тенгу. Он не досмотрел. Но, опять же, с другой стороны, экономика Альянса вся повержена сейчас. У него одна единственная база. У японца, во-первых, их четыре. По-прежнему они хорошо добывают. Строй, что угодно. Денег много. Но мне интересно посмотреть статистику этого матча. Мне кажется, Альянс просто разменивается, ну, как минимум, в несколько раз лучше. То есть, он прям реально хорошо дерется. Все эти битвы, которые происходят. То есть, он должен был давно проиграть по-хорошему. У него действительно потери намного больше. Ой, не потери, в смысле, больше у него краски у японца, да. А вот по экономике страдает Альянс. Он не может, как бы, строить такую же большую армию. То есть, и по-хорошему, после даже первого столкновения уже были проблемы. Япунец, он, видите, он решил давить дальше просто огромным количеством дешевых танков, тенгу и все прочее. То есть, он, видите, построил второй завод. Не знаю, почему так. Опять же, по канону, по мете так не играют. Но, возможно, у него какой-то свой план. Он его придерживается. У него была своя тактика, он ее придерживался. Да, вот такой вот у него расклад здесь. Не знаю, однако, сработает это или нет. Мне кажется, что немножко это последние минуты так 10 не работает. Но он не преклонен. Он планирует продолжать дальше. Просто наступать на все грабли. Его лоб намного сильнее. Но не знаю. В какой-то момент может и треснуть. Потому что все-таки Альянс уже как бы выкупил эту тактику. Он понимает прекрасно, что происходит. Он понимает, как на это реагировать. И, честно говоря, он реагирует довольно-таки верно. У него два аэродрома. У него попытка сейчас восстановить контроль над воздухом. Но это, мне кажется, кстати, маловероятное решение. Маловероятный сценарий, точнее, я бы сказал. Тенгу все-таки слишком много сейчас находится в воздушном пространстве. И, фактически, да, для Альянса небо закрыто. Ему очень сложно сейчас как-то воздействовать здесь своей авиацией. Просто нужно два аэродрома полностью в Тенгу, возможно. Но нужно ли это на самом-то деле, да? То есть, потому что на самом-то деле Тенгу, они не страшны танкам особо. Можно просто построить больше танков и просто пробить своего противника в лоб. У Альянса, кстати, потенциал очень хороший здесь по танковой армии. Но он решил почему-то сейчас перестроиться в базу. Решил, что надо немножко усилить свою экономику. Возможно, это даже здравое решение, потому что ресурсы начинают кончаться уже. Золото в шахте скоро уже будет все истощено. У Японца, кстати, оно уже истощено практически. Там остаются совсем какие-то там гроши. Последние там кусочки этой руды. По сусекам соскребает сейчас он. Это, конечно, очень мало. И по факту-то, на самом-то деле, сейчас преимущество Японца может очень быстро улетучиться. Ему нужно занимать пятую базу. Или, или даже, даже что делать? Даже, может быть, идти в последнюю атаку. Тоже хороший вариант. И снова попытка, да, сделать то, что хорошо уже работало. То есть, авиация сверху, цунами снизу. Свои же истребители падают на свои же танки. Активируются маски на как можно большее количество юнитов. Хорошая идея. Это очень поможет в будущем столкновении с Альянсом. Но Альянс тоже, видите, он все увидел, он понимает. Почему-то эта пехота не пойдет в атаку в лоб. Мне кажется, атака с двух сторон была бы очень эффективной. Сейчас заморозка снова прошлась. Снова, видимо, немножко бомб сбросил индикатор. Немножко пострадала экономка Японца. Но не страшно. В целом, там база была уже пустая, как мы говорили. Поэтому это терпимо, это он переживет. Переживет ли Альянс вот эту атаку? Вот это действительно большой вопрос. Очень много здесь цунами. Но в этот раз как будто бы и стражей побольше стало этих танков. Отходит немножко сейчас назад в сторонку, конечно же, игрок. Из красного цвета. Он пытается всячески уворачиваться от танков противника. И снова, видите, как он отлично, просто четко фокусит технику Японца. Японцы начинают кончаться силы. Полетели все тенгу. Блок происходит при помощи техники. Очень хороший вариант. Может быть, сейчас все-таки Японцу удастся добить своего заклятого врага. Но пока даже так не кажется, все еще выживают ветеранские танки. В итоге сейчас почти все были разбиты, кроме трех. Тенгу отходят в сторону. Надо драться, мне кажется, уже до последнего, до победного. Да, но урон этих роботов по танкам, ну, просто микроскопически, честно говоря. А тут еще, когда есть ремонт от аэродрома. Ладно, ремонт не спасает. Давайте. Не буду лукаить здесь. Сложновато, да. Все равно приходится, правда, Альянсу. Несмотря на все это. Где же у него был шпион? Мне, кстати, очень попытно. Ты шпион? Нет, ты миротворец. Как будто бы, да. Непонятно, что происходит. Здесь пехота заходит в атаку. Одна в чарках вся обезоружила. Рекс сейчас каждого принимает. Как будто он офицер на границе. И все. Здесь, конечно, по очереди избавляется от каждого. Очень легкий бой был для Альянса в обороне. Но, опять же, потери самые серьезные происходят здесь. Опять-таки, главная беда в том, что ты не можешь достать то юнитов, которые могут плавать. И вот это, конечно, главный просчет Альянса. То есть для Альянса нельзя терять доминацию в воздухе. И, пожалуй, опять-таки, да, это самый важный фактор, который влияет на все эти матчи. У Альянса суперсильная авиация и пехота. Также хороший флот. Но сухопутные ОСК, они не то чтобы такие классные. То есть, да, ну, неплохие стражи. Он неплохо и мимикрит. Он камбэкал уже с ними несколько раз. Но, честно говоря, сомнительно. Я этого не понимаю. Мне это неинтересно. Так вот любой игрок за Альянс вам скажет. Но это работает. Надо, да, должно все равно. Кое-как, криво, косо. Но он отбивается. С другой стороны, японец тоже играет совсем нестандартно. Поэтому его можно понять. Пошла, возможно, финальная атака Альянса. У него кончаются уже все его сбережения. У него там уже очень все плохо по деньгам. У него там гигантский госдолг уже. У него остается только одна база рабочая, которая еще качает золотишко. Но тоже мало. Здесь будет еще очередная танкобитва. В этот раз не получилось взять в кольцо сейчас всю эту группу. Удалось избежать окружения. Это самое главное, конечно, сейчас для Альянса. Ему нельзя, чтобы его армию окружили. У японца, в общем-то, по базам тоже все очень плохо. У него все ресурсы кончились. У него остается только вот эта еще свежая база. Если эту нычку уничтожить, если сейчас ее как-то можно будет ликвидировать, то в целом у Альянса шанс остается неплохой. Даже если он будет просто сидеть дома. Если он просто будет вот с этой одной локацией что-то там собирать потихоньку. Но Альянс пытается просто свою локацию восстановить. Я не знаю, насколько это правильное решение. Сейчас мне кажется, что это не самая лучшая идея. Просто потому что время кончается у него. То есть все равно японец собирает больше. Эти базы все равно истощены. И это как бы не самая ценная инвестиция. Они будут окупаться уж слишком долго, мне кажется, даже в рамках этой игры. И даже если он будет длиться еще минут 10. Ну а японец, с другой стороны, как раз-таки может наоборот сейчас немножко успокоиться. Ему как раз-таки, вот ему-то спешить точно не надо. У него есть деньги. У него еще есть возможность заказать себе еще одну базу. И можно просто сидеть в обороне. Пытается зафокусить танки. Рисково она почти сработала. Ну да, вот видите, опять тенгу стало слишком много. И похоже, что сейчас просто японец перехватит инициативу в воздухе окончательно. И вертолеты его добьют танки Альянса. И на этом красный игрок все-таки потерпит поражение. Он держался, дрался просто как лев. Но в итоге такая вот, конечно, ошибка приводит к его капитуляции потенциально. У него все еще строятся баги, конечно. Да, может быть он не проиграл. Да, может быть я поспешил с выводами. Да, у него действительно этот один баги сейчас собьет два вертолета. Неплохо. Ну а что делать дальше? Как бы с другой стороны. У тебя два пехотинца осталось. У тебя один баги, несчастный и что? И как дальше быть? Не понимаю. Мне кажется, что это, конечно, уже была конечная остановка для Альянса. Потому что, ну, я не вижу здесь камбэка уже. Но кто знает, да? У меня были игры на канале, где люди просто творили какую-то магию. Ну, кстати, у Альянса третий уровень технологий. Обратите внимание, да? Вот это вот та самая магия, которую можете еще спасти. Ну, один танк против такого количества тенгу. Да, вот это один элитный хамелеон появляется. Танк, который бьет очень больно и может маскироваться. Но проблема в том, что танк очень хилый также. Он очень-очень мало урона наносит. Япония, кстати, все это время держит какой-то мобилизационный резерв. Обратите внимание, у него постоянно какая-то группа войск на центре карты, которая просто стоит и отдыхает на центре карты. То есть, он никогда... Вот один раз он атаковал на временной, просто, конечно, слил свою пехоту на собачке, что было немного нелепо и грустно. Но, тем не менее, мне кажется, эта атака могла быть перспективной. Если бы все-таки чуть-чуть он там помикрил, чуть-чуть лучше бы сложились обстоятельства. Но, так или иначе, от этого больше пользы. Даже от такой плохой атаки, чем просто стоять дома и ничего не делать. Как же ему не хватает сейчас базы? Я просто больно смотреть, на самом деле. Вот она, да, вот она выехала. Это была основа, так сказать, база обогатителя, которую он теперь разложит где-то, где Альянса не достанет. Альянса никак не достанет, реально, потому что у Альянса... Что у него? Этот вот купол. Это шапочка из фольги на всю его базу. И да, это спасет, может быть, даже от атаки вертолетов. Ну... Что сейчас лучше сделать Альянс? Давайте объясню. Он хочет при помощи хамелеона прикрыть баги, и тогда вертолеты не будут видеть ракеты и баги, которые в них стреляют. Им нужно будет сначала добить танк хамелеон. Проблема в том, что танк хамелеон достаточно хлипенький. То есть, мне кажется, проблем тут не возникнет. Да и сейчас нужно просто перехватить и баги тенгу. Тенгу немножко это сделать не смогли. Кстати, сейчас опасная ситуация. Заморозка просто глобальная идет по всем тенгу сразу. Но вертолетов много. Один мираж сражается. Но нет, это, мне кажется, уже капитуляция должна быть. Вот-вот танк свор... Не танк, все команды, центр сворачивается. Минус три сейчас, конечно же, тенгу. Но, блин, нет, это уже нереально. Да, понимает Альянс. Он реально воевал просто великолепно. Но все-таки силы у него заканчиваются. И на этом ГГ партия уходит к Японии. Такая вот у нас была битва сегодня, друзья. 27 минут. И по разменам, кстати, соотношение в итоге один к одному практически. То есть, можно сказать даже, что было очень все неплохо. Мне казалось, что, может быть, потому что у Альянса как-то было чуть больше пехоты. Поэтому соотношение такое немножко не то, как я его представлял во время игры. Но, видимо, может быть, у меня были какие-то искажения. На сегодня все, друзья. Спасибо, что смотрели. Если вам нравится мой канал, можете подписаться на Бусти. Заходите в мою телегу и паблик ВК. На сегодня все. Желаю вам всего хорошего. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok